привет друзья привет олег привет рамир привет друзья привет питер один из любимейших моих городов но у меня может и питера у других то много других городов так что все они хороши с вашего позволения немножко налью чаю и сегодня у нас эфир по про места силы да и про связь этих мест силы с событиями жизни но это насколько я помню если может быть ты помнишь что-то то давай тоже заявим но не на пробуждение уникальных способностей у нас по-моему на воскресенье заявлено это как будто бы две разных темы то есть первое что места силы возможно сейчас любую как ты думаешь вот хорошо было бы у нас какие-то вот новая аудитория она бы нам посказала но заявлено у нас что сейчас это места силы на четверг сегодня же четверг да вот 7 апреля и заявлено что места силы и события жизни для этого конечно требуется понять не только что такое места силы но и то что у нас есть некий жизненный сценарий в результате которого мы получаем или не получаем нечто желаемое да вот ну и вторая тема которую на воскресенье я бы хотел все таки оставить если ты не против то эта тема связи места силы посещения каких-то мест измененной с большой ли наоборот как бы инской принимающей энергетикой и связь этих мест с способностями человека способности это все таки вот насколько я себя чувствую насколько ты открыт насколько у меня есть способность слушать обучаться быть интуитивным а сегодня давай поговорим про события нашей жизни согласен или как ты у тебя я согласен просто видимо я перед эфиром прочитал название на 10 апреля вот ты говоришь о судьбе сегодня ты говоришь о судьбе то что люди социум и общество подразумеваю подразумевает и вкладывает в термин судьба а что для себя судьба трудно сказать 10 лет я сказал бы одно 5 лет я сказал другое а сейчас я уже сам понимаю что я могу влиять на события которые происходят в моей жизни и в окружающем пространстве и это влияние заметно да согласен на что заметно знаешь вот мой учитель рассказывал но он достаточно известный человек это восьмой кармапа микки дорджи такой вот и он жил около где-то ну тысяча двести тысяча триста там 70 год и он говорил так у него есть махамудра но свойственные тибетцам такой категоричной манере это вот про судьбу про судьбу чтобы не отвлекаться что он говорил что те кто считают что они влияют на события те тупые как скотина но те кто считает что они не влияют на события те еще тупее поэтому это такой срединный путь и я в принципе стараюсь его придерживаться то есть срединный путь между крайностями того что я все могу для меня всегда это достаточно смешно выглядит когда люди говорят вы все можете поверьте в себя то есть я занимался прыжками например в легкой атлетике я знаю что но люди не прыгают выше но трех метров как бы ну или там какой-то условный дать то есть и чтобы добиться вот этого сантиметра некоторые останавливаются и все и дальше никак а другие чтобы этот сантиметр это будет мировой рекорд и это будет там и богатство и почести и все они бьются годами и не могут перейти на этот уровень вот этот вот то есть с одной стороны люди могут все с другой стороны очевидно как бы я не съем эту ложку и глупо говорить что я смогу ее переживать то есть это было бы нового немножко как бы пахло бы всех больницей и получается то есть я на не влияю на мою способность есть ложку но я могу влиять на свою способность например зарабатывать деньги или же входить в к в коммуникации и в этом смысле судьбы нету то есть я выбираю буду ли я сегодня один или же с кем-то но с другой стороны судьба есть потому что если я выберу например сегодня вдруг нет но приспичит не знаю там не буду говорить мои фантазии но это невозможно это не предусмотрено судьбой и есть таких учениях казаков характерников которые рассказывают что есть три вида но как бы событий события которые мы придумали своей фантазии допустим что у меня есть миллион долларов завтра и это придуманное события то есть этот миллион долларов я могу но распределить нас по своим нуждам там купить ретритный центр там как бы или землю на алтай это придуманное событие она по-украински вот у казаков называется мария мария то есть мечта dream по-английски вот второе есть реальность вот я сейчас достану у меня есть 200 рублей 200 рублей это мои я могу их потратить как хочу это реальность есть мария да то есть мечта миллион долларов и реальность и между ними послушал меня тут телефон хочет заканчивать заряжаться сейчас я воткну в него но определенную историю такую но сначала договорю еще три минуты ну как бы есть зарядки вот мечты реальность и между ними есть так называемое пространство надмира и вот эти вот казаки характерники то есть из мечты практически нет я вот сколько угодно вот говорю там что вот там ну то есть конечно я скажу там лимон и мне станет кислого рту то есть как-то она связана с реальностью но я знаю вот 90-х там все эти вот визуализации относительно долларов там как бы до пачки еще что-то они как были вот ну 99 процентов этих людей визуализаторов тыкая зарядник не пошел Очень много будет мистики, волшебства у костра в походе на Белуху и на Куэлю. Вы даже не представляете, какие рождаются к вам разговоры. Какая душевная компания под звездами. Игра в два, три, в четыре варгана. Ну и мы продолжим. Казаки характерники. Может быть, как раз нужно было бы тебя послушать. Ну ладно, продолжим с этими казаками характерниками. То есть это к вопросу о том, что судьба. И можно ли пойти на места силы и где-то изменить судьбу. И что такое судьба. И казаки характерники рассказывают, что есть наши мечты, из которых достаточно сложно влиять на мир. То есть можно влиять на то, что уже тебе разрешено. То есть мне разрешено, допустим, взять эти 200 рублей, разрешено открыть воду, если мне воду не отключили, разрешено в холодильнике что-то. Но вот это я могу влиять из мечт и из реальности. Но вот что-то сверх... Вот у меня, например, никогда в доме не было достаточно манго. То есть всегда их не хватает. И вот сделать так, чтобы было достаточно манго. Ну и не вывернуться, взять кредит. А вот так, чтобы спокойно. Я бы хотел, чтобы всегда у меня было ящика 2-3 манго. Я посчитал, что жизнь удалась. Это мой критерий. И я могу пойти туда. И оно сейчас может не состояться. Да, как бы оно может не состояться из вот этого мечты. И не может не состояться из реальности. Потому что постоянно будут какие-то корректирующие события, возвращающие меня на своё место. То есть не выпендривайся, Вася, и слушай свою любимую песенку. Как бы одно манго в неделю. И как бы тык-пык. Могу увеличить их до трёх. Могу вообще там не есть полгода. Но в целом будет вот так вот. И большинство людей, как паровозик с вагончиками, идут по вагончикам своих дней по одной и той же линии. И это похоже на линии метро, которые есть в больших городах. И когда ты едешь по красной линии, никаких возможностей перейти на синюю нету. То есть эти возможности ограничены нашими мечтами и нашей реальностью. Но казаки-характерники говорят, что есть ещё пространство надмира. Они называют это простир-надмир. И вот это пространство надмира, есть техники, с помощью которых они входят в состояние между мечтой и реальностью. Но в физиологии это называют тета-хилинг, тета-состояние, когда на границе сна и реальностью. То есть у нас есть возможности, как во сне. Мы там короли, мы можем всё, что угодно. И в то же время это обычный сон. Я просыпаюсь, я был королём, и вдруг раз, мне нужно платить за квартиру, у меня тараканы, то есть разрыв. А вот из того оно влияет сильно на реальный мир, вот это пространство надмира. И идея заключается в том, что есть станции пересадки. То есть в Петербурге это технологический институт или же там Невский проспект. То есть я еду-еду-еду по красной линии, и в какой-то момент, в какие-то, например, даты, это бывает обычно весеннее-осеннее равноденствие, солнцестояние. То есть природа уравновешивается или же имеет такую силу, что она поддерживает наши новые начинания. И если я хочу в этот момент перейти на новую ветку, то оно с большей вероятностью случается. То есть мне нужно быть самому, в пространстве над миром, между полностью заглюченным состоянием и между вот этим вот опиранием на реальность. Нужно войти в это ресурсное или тета-состояние мозга между сном и яствованием. Мне нужно, наверное, войти в такое состояние или рано утром, или вечером, когда уравновешиваются силы дня и ночи. Хорошо бы, чтобы это было какое-то сильное время года. Возможно, это значимое время для меня. Но и этого бывает недостаточно. И люди даже вот в эти говорят, что я хочу перейти, я хочу, чтобы у меня были новые отношения. Если это прописано, то человек попадает туда. Но для большинства людей, вот я со своими клиентами встречался уже многие годы, и сотни людей, и у большинства людей некоторые вещи, которые они хотят, не прописаны. И то есть хоть вывернись, хоть ты там заручись суперподдержкой, раскрой вены и наполнит стакан этой кровью. На самом деле это очень крутой заобряд. Ну то есть он запредельный такой, уже на грани чёрного. И вот подай богине Кали и скажи богиня, сделай. Или же православные там выворачиваются и говорят, я хочу, чтобы моя дочка исцелилась. А богиня говорит, не прописано, свободная дочка умирает. Например, это онкология. Я сколько раз таких случаев видел? Много. Если вас не было, сходите в онкологический центр, сходите в психбольницу. Вы увидите, что у них, у большинства, не прописана жизнь дальше. Там ходят 90% людей, которые уже, в принципе, мёртвые. Это говорит о том, что есть вот эти вот вагончики и судьба. И есть станции пересадки. И если всю жизнь было, допустим, 35 тысяч рублей, а ты хочешь, например, 150, то нужно определённое время, определённый внутренний настрой. И нужна определённая помощь тех сил, которые переводят. Вот духи больших, крутых мест силы – это такие ребята. И это не единственный способ. То есть, да, можно быть, допустим, верить в Бабаджи и сходить к нему в храм и наполниться вот этим энергией. Бабаджи поможет. Но опять-таки я видел, что прихожане православной церкви, прихожане Бабаджи, служители Вишну, служители самого высшего бога Нарайны болеют раком. У них несчастные отношения. У них болеют дети. Болеют неизлечимыми зачастую болезнями. К ним приходят старость, болезнь и смерть. То есть сценарии – это как такие вот лаборанты. И внизу мышки. Мышки могут кто-то получить кусок сладкий, кто-то не получить. Получите других. Кто-то может осеменить пять самок, а другой останется без этого всего. Но сама судьба, они все в одном вагончике. Они все в одном. У них одинаковое. Их возьмут и начнут испытывать на них вакцины. И вот эта вот как бы судьба мышек, что их будут сдаивать, что их готовят для определенной цели, это судьба большинства людей. И богатых, и бедных, и молодых, и старых. Но есть возможность перейти туда, где мышки сами становятся лаборантами, и сами себя исследуют, а не являются подобным материалом расходным. И вот это переход с красной линии ветки судьбы на синюю. И этот переход не заключается только в... Человек может решить внутри. А жизнь говорит, нет, ты наш, мы тебя будем иметь, как мы хотели использовать. Если мы тебе дадим немножко денег, возможностей, еще чего-то, секса, только для того, чтобы тебя повкуснее забить, и ты больше эмоционировал, теряя то, что мы от тебя будем отнимать. Отнимается у всех. Если присмотритесь, посмотрите, и у богатых, и у бедных все время идет скачивание. То есть люди находятся в эмоциональных качелях. Только что-то нормально стало, некоторые говорят, это самсара, это нормально. Если это нормально, то так и будет дальше. Но предлагается самому решить, что я выбираю другой, более счастливый развитие через благость, через духовные отношения в группе. Внутри ли решить? Выбрать время и выбрать место. И вот это внутреннее решение из сердца и от души, время и место, они могут творить чудеса и переводить на новые рельсы судьбы, где больше счастья, есть состояние абсолютного здоровья, есть состояние идеального тела, есть состояние внутренней свободы и чувства удачи. Вот я считаю, что как бы такой манифест, то есть я уже много раз водил на места силы, и вот это происходило с людьми. Но кто-то удерживался, кто-то не удерживался, то есть никакой гарантии, то есть знаешь, это как я продаю там машину, а есть гарантия, что я не разобьюсь? Нету. А есть гарантия, что машина будет работать долго? Нету. Ну, люди покупают машины. То же самое про все. И про гарантии не дает никто. Ни правительство, ни зубные техники. Если дают гарантии, то это обман. Я слушал и думал, а что же можно дополнить? Ну, даже в контексте нашего ретрит-похода на Белуху и Куйлюн. А дополнить вроде бы как бы и нечего. И понятно, что Белуха, Куйлюн – мощнейшие места силы и по энергетике, и по помощи. Но важно другое, что там ты имеешь возможность уйти в то надмирное состояние, когда ты как бы выходишь из этой суеты, этого урбанистического мира, что, допустим, в Павловском парке заняло бы, даже у нас с тобой, допустим, два или три дня глубокой медитации. У человека есть возможность оторваться. Вот он едет, едет, едет по этой линии метро. Он знает, что вдруг где-то вот кто-то рассказал ему про станцию пересадки. Здесь включается момент еще, да блин, а ссыкотно же, блин! Говорят там, да, твое! А здесь все знакомо, и вагон знакомый, и проезжает мимо станции пересадки, и не прописал себе эту пересадку. Вот. Ну и, собственно, как бы и жизнь не меняется. И она... Да, стучат колеса на 35 тысячах, а где эти 3,5 миллиона в месяц? Ну где? Ну там, где ссыкотно, да? Вот. И важность вот этих вот мест силы, и важность алтайских гор и горной шори, в том, что они дают тебе вселенскую, глубокую возможность созерцания. И не только окружающего мира, а того глубокого внутреннего мира, который есть в тебе. И я много рассказываю про Куэлюм, про Алтай чуть меньше. И даже вот на Куэлюме, да, я думаю, любой гид расскажет, что есть некие точки и места, про которые вот знаю только я. Они не тайные, но я вас туда приведу. Они особые. Особое место в горной шоре, особое место в мегалиты Куэлюма, и особое место внутри этого пространства. Там точечки фокусировки настолько сильные. Ну, как я рассказывал про женщину, да? Ты можешь пересидеть все камни Куэлюмы, и не забеременеть. А я покажу тебе тот особый камень. Я не знаю, почему он особый. Многие его вот так почувствовали. Возвращаемся, да? К станции пересадки. Вот вроде сейчас вернулись про здоровье, а возвращаемся снова, да? К станции пересадки. И поднимается человек на Куэлюм, и проводит там некоторое время, и спускается уже абсолютно по другой синие ветке метро. Да, согласен с тобой. У меня, на самом деле, кстати, я считаю, что нет никакой мистики вообще, в принципе. Есть просто незнание, как это работает. И некоторым людям и не надо знать, как работает смартфон. Я нажимаю на кнопку, и у нас идет связь. Точно так же есть какие-то вещи, допустим, по беременности. И можно сказать, что там, допустим, давно сексом не занималась, и поэтому не беременная. Но это мы же понимаем, как взрослые люди, что так себе отговорка. То есть если душе захочется, можно забеременеть там как бы за один вечер совершенно как бы с незнакомым человеком как бы от одного раза. А как бы бывает с любимым, ничего не происходит. То есть с точки зрения энергетики есть определенная энергия для каждого действия. То есть есть энергия единичек, двоечек, шестерок и восьмерок. Вот. И это выглядит так, что, например, если кто-то сказал братьям Вачовским в 1996 году, что, ребята, было бы классно снять фильм на основе вот этой философии Бодияра, как там, симулякры у него называлось, и на основе вот этого ченнелинга «Матрица 5», где люди — это просто как бы щупальца вот этих медуз, которые живут. Есть медузы параллельные и последовательные. Это вот на основе вот этих идей они сняли. И вот это энергия восьмерки, когда кто-то говорит, хорошо было бы сделать. Потом они задумывают это и работают как продюсеры. Они собирают сценаристов, они собирают деньги. То есть и вот это является энергией семерок. Потом начинается съемочный процесс. Это шестерки. Потом снимается, ну, я так условно говорю, все это склеивается. То есть это пятерки, и планируется прокат, потому что он может лежать на полке и никуда не деться. Прокат — это четверки. И вот эти вот все энергии, дальше вплоть до того, что мы идем и смотрим кино, и кто-то из этого зарабатывает, они представлены на местах силы. И современные люди, на мой взгляд, они так или иначе выключены из тех или иных энергий. Но просто прийти на место и соединиться с этой энергией некоторым получается. Но это тоже очень… Я практически таких людей мало видел. То есть можно почувствовать какое-то измененное состояние сознания, можно почувствовать какое-то расширение, наполнение. Макушка расширяется, аджина, все. Можно почувствовать какую-то удовлетворенность. Но для того, чтобы энергии, которые заложены вместе, как-то подлатали у человека, из него текут эти семерки, они не задерживаются в нем. И вот чтобы подлатали, нужны определенные вещи. Вот, например, то, что ты рассказываешь про беременность, вот, например, в Павловском парке такое невозможно. То есть ты можешь, допустим, как слесарь, да, то есть как сварщик выступить, но там нету этих энергий. То есть там место крутое, еще что-то, но оно не работает с вот этими, ну, с семерками. Окулюр работает с семерками. Хорошо бы, чтобы поработать с семерками, нужно сначала восстановить иньские качества, то есть доверие Богу и проведение вот этих энергий. Это, ну, на белухе. То есть нужна определенная последовательность, нужны определенные вот эти сварщики. То есть даже если у тебя есть сварочный аппарат и у тебя есть телевизор, ты все равно хер поймешь, как бы, что там нужно, ну, вот, тыкнуть, чтобы вот что сварить. Вот, то есть нужен мастер. И зачастую этим мастером некоторые, вот, ну, видят это, является дух Куйлюма. То есть иногда достаточно просто познакомить с духом Куйлюма или как будто горы Белуха. Да, то есть там не просто один дух, вот как Рерих рисовал, такие стоят великаны. Можно это увидеть, это подсознание так видит. Но там целая цивилизация обычно стоит, то есть как бы, то есть это некие ириархия прямо существ. И они взаимодействуют с нашими ангелами и помогают человеку восстановить то, что у него было утрачено по жизни. Но это вот мы вернемся, кстати, вот уже начали забегать, что на воскресенье. Это восстановление способности, в том числе способности рожать. А вот событийность — это всё-таки не про даже рожать, а про то, чтобы как бы события складывались и приходили новые коды. То, чего не было раньше. Да, вот это вот про два ящика манго, например. Вот это, на мой взгляд, важная штука. Ну вот я просто добавил, то есть я хотел добавить, что в Павловске хоть сколько ни сиди, на мой взгляд, такого нету. То есть важно понимать, что есть в этом месте, чего нету у меня на даче. Нету даже в Павловском парке. И это вот как раз те цивилизации, те состояния, которые я получаю, когда я вхожу в энергополе этого места. Так случилось, что вот на земле хозяева, которые сейчас есть, может быть, они их сменят за последнее время вот эти войны, вот эти вот кризисы экономические. Это всё смена хозяев земли, то есть смена князя мира сего, который определяет развитие через потери, через болезни. Душа развивается, а тело гниёт, например, от рака, а дух возносится. Не у всех. Но вот устроено так, что человек теряет, человек растрачивает свою жизнь. Это вот всё деструктивный обмен городов, откуда мы, собственно, и ведём людей в основном туда. И вот в этом деструктивном обмене, даже если кто-то выходит на позитивные качества, оно всё равно как плоский звук МП-3. То есть человек обламывается, ему хочется поехать на природу. А природа, может быть, у него в сценарии не записана. То есть сценарий жизни. Не у всех записана природа, жить в своём доме, жить в гармонии с расширенных настройках. И вот выбрать вот это вот новое, исцелить себя, восстановить те дырки в своём энергетическом ведре, которые есть в городе практически у каждого. Вот, возможно, придёт хорошая группа. Но вот сколько людей я вот смотрел, ко мне приходят, да, нормальные люди — это бизнесмены, тренера йоги, психологи, понимаешь? У одного нету головы, у другого руки оторваны, у третьих половые органы вынуты из тела, и где-то там валяются, и на них ещё живность какая-то заведена. Такие люди не могут создавать семьи. Они будут постоянно в ругане, даже если создадут семью. Такие люди не могут быть в удовлетворённости, потому что это как ведро, у которого хлещет вода. И какие-то вещи можно решить павловскими, какие-то вещи можно решить вот товары. Но здесь, скорее ли, нету таких мест силы, которые могут реально изменять судьбу. То есть с большой вероятностью, понимаешь, да? Я считаю, что вот Белуха, Куйлюм, этот самый, ну, Эверест, ладно, Эльбрус, есть ещё несколько сил, например, интересные такие места есть на Уральских горах. Вот там место, где смотришь на небо, и у тебя как центр земли, и всё небо вращается вокруг тебя на И, Илю какой-то. Не Илюватор, а… Ну и забыл. Ну неважно. То есть мы туда будем водить, и мы туда идём в июне. И это действительно большая станция пересадки, и это встреча с определёнными энергиями, у которых есть право взаимодействовать. Это вот как встреча с мэром города. Мэр города может решить твой вопрос, даже если у тебя долги, даже ещё что-то вот так вот как бы на раз-два решить вопрос, чтобы у тебя было, допустим, не знаю, там, ретритный центр, ещё и хозяйство, и ещё полгорода работало на тебя. Он просто должен поверить, сказать, о, блин, круто, хорошая идея. Неважно, там, минус миллион рублей у тебя, даже долларов. Да наплевать, господи. Всё, мы это организуем. Здесь частная территория, как бы развивающийся центр, как бы строим пятиэтажный дом, вырываем озеро, если надо. Вот. То есть то, что не решается вообще принципиально никак, и человек уже смирился, что это невозможно в его жизни. Да, старость, да, уже как бы не девочка, да, уже как бы, а любви-то какой? Какой любви? Мне бы вот дожить, это вот женщины так мыслят уже в 43 года, мне бы с этим мужиком дожить, лишь бы он не заболел раком раньше времени, как у моей соседки. Вот. В 43 года она уже поставила себе крест, она доживает жизнь. Вот. И чтобы перейти из этого состояния, про мужчин я вообще молчу. Вот. Мужчины, когда сталкиваются с тем, они как бы, или они крутые, у них бизнес, или они, ну, так себе. Вот. И они как бы уже внутри аутсайдеры. Но и которые бизнес, начиная после там 45, они понимают, что деньги не будешь жрать, и что ты пришел не для того, чтобы в этот мир, чтобы деньги зарабатывать, или прокачивать свои качества, там, как бы, да, а ты совсем друг к другому пришел. И они начинают искать, искать, ходят на цигун, еще что-то. Но им уже к этому времени есть такие потери, которые несовместимы. Цигун просто затыкает немножко дырочки в ведре, но ведро протекает. И по ощущению большинства протекает больше, чем наполняется. И я вот смотрел, но я не знаю, вот я не знаю, покажите мне такого учителя, который бы провел. Есть крутые цигунисты, есть крутые там каратисты, есть крутые духовные целители, но ни один учитель не затыкал дыры. Он помогал, он давал инструменты. А вот когда люди ходили на места силы, у них менялось. Это встреча трех рек, это большие горы, это потому что там созданы лакуны, вот пространство, те законы. Вот если учитель там говорит что-то, вот в это я верю, в его силу. А если он здесь говорит, здесь ограничены, ну как бы, как МП-3, пространство в городах. И на обычной природе, да, мы можем наполняться, но это наполнение так себе, на 10% нашего ресурса. А если мы хотим реально использовать жизнь, и чтобы вот в конце, вот представить, что нам 80 лет, мы думаем, блин, да, я как бы жрал, я хорошо какал, мне было сладко, но я просрал жизнь, жизнь прошла мимо. И вот если мы не хотим, чтобы так было, нам нужно мечтать, нам нужно входить в горизонты больших событий, нам нужно делать свою жизнь большой. А познакомиться с этим состоянием в городе практически невозможно, потому что здесь мы, как засланцы, у нас другая задача. И если у нас есть потери, то восстанавливаться, то есть это как не восстановиться на фронте. То есть их специально отправляют в госпиталь, ребят. То есть мы здесь как на фронте, и здесь есть определённые задачи, и наше место здесь. Но если сломал руку, а вот в городе практически я не знаю ни одного человека, в том числе учителей йоги, мастеров рейки, у которых не было бы поломаны энергоорганы, голова, чтобы вот так вот не ровно стояла, обычно вот так вот скручивается, прям вот так вот, раскручено тело, ноги вот такие, нереализованные желания, мысли, как дреды, такие сзади идут, и в них вот вся живность как бы живёт, вот такая, как вот в матрице эти были ребята с белыми такими волосами. Вот так вот люди выглядят в городах. И это нормально, потому что мы здесь своего рода на войне, мы здесь своего рода как бы выстаиваем на границе света и тьмы. Но если такие состояния есть, и мы хотим развиваться, мы хотим реализовать свой потенциал, и чтобы не было мучительно, обидно, нам нужно ехать в госпиталь. И места силы, я считаю, вот это такой госпиталь. Да. Здесь ещё один момент есть. Момент того, что человек вдруг своё предназначение может увидеть, путь, и он может прийти из этого госпиталя, с этого места силы, прийти, приехать уже по другой ветке метро, и сказать, ну, два ящика манго, да нет, я лучше поеду жить в южный полушарий, где манго растёт на деревьях. То есть и этот момент, и этот момент происходит точно так же. То есть здесь настолько комплексное решение задач человека, я почему-то в последнее время стараюсь уходить вот от слова проблемы. Есть задачи. Если человек понимает, что у него есть задача пересесть на другую линию метро, когда он пересядет, когда он будет искать пути, он будет искать, куда, говорит, куда вы ведёте, не понял, на Урал? Нет. Ещё раз повторяем, в июне этого года ретрит, поход, трекинг на Белуху, то есть это путешествие с 22 по 30 июня, и потом группа уезжает на Куэлюм с 3 по 7 там. А тур с дорогой 19 июня по 7 июля. И Куэлюм, кстати, там карта путешествия не закрыта. То есть 7 очень условная. То есть те люди, которые придут на Куэлюм, они будут иметь полную свободу в пространстве работать с этими энергиями так, как будет их потребность. Ну, как-то вот так. Да, хорошая идея. Я бы добавил, что люди по-разному, может быть, мыслят, и я вот, например, датами вообще ничего не понимаю. То есть я мыслю состояниями. То есть для меня важно, то, что вот мне откликнулось в том, что ты говорил, что сначала мы стоим около речки, и около речки я знаю, что я очищусь. Я вот всегда, когда хожу в горы, я всегда стою около речки. вот это вот, но даже вот горобойка там в Крыму, и я ночь проводил в большом ущелье, в большом каньоне. Вот там идет небольшая речка, и вот такой поток. Речка всегда выглядит на тонком плане, как вот закручивающаяся по спирали. Вот, даже те, кто строит мосты, они знают об этом. И как бы, и то есть любая речка, это вот такой вот как бы вихрь. И вот этот вихрь очищает нашу энергоструктуру, мы уже можем как бы это. Следующий момент, это, конечно же, наполнение. То есть это поход к Белухе. И там, и там можно делать определенные ритуалы, которые способствуют ритуал очищения. Вот, то есть я, например, у меня есть такая как бы способность, ну, разрешение, да, передавать мантру Ваджрасатвы. И я бы там, например, очищающую мантру Ваджрасатвы сделал бы, да. То есть это стослоговая мантра «Ом бензасата самая, ману пала я, бензасата тэнапати, адринам ахваса, тукай мапава». И как бы ей уже много тысяч лет, многие миллионы людей ее наработали. То есть это очень такая крутая, как бы штука. И если часик ее, например, поговорить, то можно достаточно мощно, круто очиститься. Второе, это поход на Белуху. И там есть определенный, вот, ну, я так понимаю, вот этот тракт, да, чуйский. Ну, мы едем по нему, езжая в этот пространство. Да. Вот. А мы на Белуху идем, идем вдоль речки, вдоль ручьев, выходим на перевал, и там мы стоим на озере Акемском, в Белухе. Да, и здесь я бы тогда, ну, как минимум, то есть можно еще что-то прикрутить, но вот как такое минимально возможно и, ну, мощное, я бы пел Ом по 30, по 40 минут, вот именно в месте силы. это совсем другое, чем петь в городе, приходят мощнейшие духи, духи приходят уже где-то на 10-й минуте, на 15-й, когда выключается вот это вот слово «мешалка», люди входят в резонанс друг с другом, меняются звуки, начинают быть видимыми какие-то ауры, вот, всякого рода вещи, и Ом это мантра творения, то есть я думаю, что до творения вот творец был в инском состоянии, в состоянии принятия, да, в состоянии, вот, и это еще вот пока нужно наполниться, наполниться природой, наполниться своими кодами, и вот следующее уже на Койлюме для меня это вот такие мужские вещи по раскрытию, называется дистальное видение у психологов, то есть раскрытие способности создавать образ будущего, ну, как мы говорили в начале разговора, вот эта способность создавать образ будущего, это недостаточно, даже если мы это раскроем, нам нужно, чтобы таможня дала добро, то есть мы не находимся просто вот так вот, да, в этих силах, мы находимся в определенных пространствах города, к себе можем зайти, а вот к соседке не можем, то есть вроде бы как бы управляем судьбой, но в рамках своей квартиры, а если хотим больше или хотим выехать из страны, нас могут не пустить, и вот чтобы нас пустили, вот этот образ будущего был оплачен, поддержан, и как бы, и мы вот, как ты правильно говоришь, прям прочувствовали, то есть некоторые не знают, куда хотят, и вот увидеть этот образ будущего, это уже круто, потом заручиться поддержкой сил и заручиться тем, что в мире будет прописано, что, допустим, у тебя, ну, там, не знаю, вот у Рамира есть манго, не важно как, с деревьев, еще что-то, прописано, что манго всегда есть, я вот знаю таких людей, у них, например, деньги всегда есть, они с детства, чем бы они ни занимались, торгавля фантиками, швермой, начни заниматься, он говорит, слушай, ну ты такой гениальный, ну начни заниматься там, людям помогать со здоровьем, я говорю, сейчас, будет, потому что у меня не прописано, чтобы я открывал клиники, а у него прописано, он будет идиот, дебил, он просто будет чужие знания передавать, вот эта вот прописанность, что есть знание, есть востребованность, есть деньги, вот я лично иду за этим на кулюм, потому что у меня есть какие-то вещи, где таможня мне не дает добро, например, на открытие целительского центра, да, то есть я, у меня много знаний, много еще чего-то, но как бы дают мне двух-трех людей, это вот прописано в моем, только я пойду в целительский центр, приходят корректирующие события, некое, ну налоговое, и говорят, а вот этого здесь не было, меня воспринимают как аномалию, при всех моих мечтах, я замечтался, у меня будет ретритный центр, целительский, я уже нашел даже миллион, нашел несколько людей, вдохновил, еще что-то, а мир такой, это же аномалия, давайте разберем, и присылаются дворники, и разбирают, вот, чтобы такого не было, я иду лично, ну каулюм, вот ради таких вот вещей, да, то есть договориться на самом высоком уровне, то есть это как вот попасть на генеральную ассамблею, там ООН, или еще куда-то, да, и там договориться с правителями городов о том, что бы я хотел, кто-то может пойти ради того, чтобы просто увидеть, это было, мне вот оно видно, это будущее, ну блин, ощущение, что не разрешают, как бы, запустить процесс, я вот знаешь, сейчас у меня образ очень пришел яркий, когда человек приходит, и вот рубильник этого запуска, он на каулюме, ты такой поднимаешься, и только там ты этот рубильник, включаешь, и пошел поток, и пошли клиенты, и ты приезжаешь, а тебе говорят, дорогой Рамир, мы привезли вам два промышленных холодильника, и оба промышленных холодильника забиты манго, то есть это два ящика, вселенная выполнила запрос, но ящики в форме больших холодильников, ну да, это кто как увидит, может быть рубильник, то есть фактически, для меня это просто, там находится вот, дух каулюма, который держит этот мир, и я вот прихожу к директору города, то есть все, что мне нужно, это просто пробиться туда каким-то образом, как только я вот один на один, например, там с Путиным, вот мы сидим за столом, я говорю, слушай, Владимир, ну крутой ты чувак, как бы, и это, и это сделал, как бы, классный мужик, как бы, да, и похвалил его, и как бы спросил, как его семья, или еще что-то, и потом говорю, ну, у меня тут мечта есть, она хороша для всех россиян, и она сыграет роль, что будет делать, ну, как бы, идею, как-то вот, ну, идеологию России, раскроет идею России, да, вот, я бы хотел помогать людям по здоровью, он скажет, так помогай, я говорю, ну, надо просто пару миллионов долларов, как бы, открыть центр, как бы, повлиять на руководство, он говорит, да, 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 вот, и все, как бы, то есть, нужно просто по-человечески, не надо из него просить, да, я тебе дам пять мантр, там, как бы, вот, поговорить, встретиться, то есть, должно состояться пространство, я должен не ворваться в это пространство, а меня должны к нему подвести, вот, если, ну, как бы, с мэром города, так, а мэр города, это фигня, это маленький муравейничек, по сравнению с духом Куйлюма, и вот мы готовы, ради встречи с мэром городом, ради встречи с каким-то, блин, президентом, люди готовы отдать, там, и деньги, и полгода готовиться, меня к президенту подведут, да, президент, это мелкая сошка, в сравнении с духом Белухи, в сравнении с теми пространствами, которые там организованы, и мы можем быть представителями этих пространств, потому что за ними будущее, раскрывать здесь, для своих детей, для своих близких, вот эти пространства, если ты не инициирован этими пространствами, тут хоть хрен о рейке сделай, открывают золотой луч Сириуса, такие же, абсолютно такие же, нет у них никакого этого луча, они внутри себя пузырятся, они друг друга поддерживают, но они идут во внешнее, и у них нету силы влиять на внешний сценарий других людей, а оттуда есть возможность влиять, но при этом люди огромное количество дают энергии, потому что они просто не понимают, вот я думаю, что людей не прошито, они не понимают, но как бы реархию ценностей, то есть ради встречи с мэром города, они такое бы пожертвовали, лишь бы мне с мэром города посидеть за одним столом, потому что они понимают, что мэр решит их вопрос вот так вот, а там же круче в сто раз, но как это до людей донести, но не знаю. Мы рассказали, мы рассказали, у нас лимит времени окончился, перезагрузка, перепрошивка, трансформация, все в нашем ретрит походе, походе к самому к себе, походе к тем планетарным цивилизациям, представителям тех планетарных звездных цивилизаций, которые, как правило, правильно, Рамир, ты говоришь, президенты земли здесь рядом не стояли. Да. Можем попрощаться, мы как бы косвенным образом уже проанонсировали видео, которое, название видео, которое будем снимать 10 числа, сегодня к нам снова никто не пришел в прямой эфир, но я думаю, что люди просто, для них легче, видимо, посмотреть в записи, переосмыслить, но я скажу, что смотрят, откликаются и задумываются. Значит, наша с тобой деятельность, она не напрасна. Да, я вообще так не думаю. То есть это старая прошивка, думать, что напрасно, не напрасно, то есть они тут и тут встречаются, вот у меня, например, ты часто говорил тоже, мышление от «не», от какой-то вот, ну, надо спрашивать, как я хочу и что приведет к этому, да, и то есть делать, что должен и в этом смысле, и будь, что будет. Вот мы что можем делать эфиры, мы делаем, через нас какая-то энергия работает. Напрасно, не напрасно, не нам судить. Благодарю всех за внимание, приходите на 10 числа на третий эфир. Приходите, пожалуйста, будет интересна беседа прямо вместе здесь в скайпе в едином видеочате. Ну, все. Спасибо, Олег, что собрал, вот это все инициировал. Благодарю тебя и место силы Кулюма, и дух Земли, и дух Солнца, и всех наших предков светлых. Быть добру. И белухи. Все, пока. Пока. И куда нажимать. И куда нажимать. Продолжение следует... Продолжение следует...